здравствуйте приветствую добрый вечер как у вас дела ой спасибо весь в делах и в заботах на износ не покладая рук день и ночь что вы откуда будете я откуда запорожье город такой на днепре с россии с оренбурга ну что ж вы в этом не виноваты сочувствую почему ну бывал там по молодости орск новоорск оренбург октябинск ну как говорится что-то мне не климатит там понимаете ветра зимой морозом летом как это постоянно пыль в общем ветер мне не нравится там сильно дует с казахстана до этого выправа до отвратительный я насколько знаю вот туда в оренбург там высылали что при царе высылали высылали туда даже и шевченко туда высылали с украины куда-то в оренбург а мы живем тут прибивают ну человек такая тварь она ко всему привыкает привыкает даже к петле вначале дергается а потом затихает так что тут дети ничего удивительного да привыкают хорошему привыкают плохому ко всему привыкают вы как же вы там зарабатываете на хлеб насушный в какой отрасли трудитесь шоферской понятно так по месту или дальнобой по месту тут крутим понятно что там там говорят в орске там это вашим оренбурге казахов много да ну как много присутствуют ну да вот если у нас в украине тут ни одного наверно нету а у вас там присутствует это уже я так знаю исторические в 1924 году это после революции оренбург был столицей казахстана лет пять по моему потом они переехали в казахстан орду поэтому остались казах его что-то против против казахов имеете что да не это россияне там постоянно что-то против казахов имеют вот были заявки вашего жириновского он у них сейчас там персона нонград а потом никонов такой председатель по науке в госдуме депутат что-то там предъявы какие-то давал на северный казахстан якобы там русские земли какие-то а казахи не по моему к россии ничего не имеют но они правда потом заявили нота протеста была и сказали говорят что все-таки раз был ваш северный казахстан то омск оренбург и саратов это бывший саратау это наши отдайте наши напомнили просто напомнили и этим чтобы чтобы меньше болтали до ерунда я тоже считаю не надо вот такие опрометчивые заявки делать потому что это все-таки ведет к раздору международному рознь рознь до сеют они вот и я вам о том же говорю хотят добраться земли ради бога приходите забирать да а казахи говорят не надо не отдадим не надо к нам идти ну не отдадите не отдавайте да нет это казахи говорят что не надо болтать лишнего просто не так вот предупреждают покажем мы очень гостеприимные люди хотите добрать приходите забирайте не хотите приходите в гости они казахи сказали нам вашего не надо и к нам не лезьте вот так они сказали мы к ним и не лезем а гости у вас же по моему поговорка есть незваный гость хуже татарина и что ты такой вот татар не любите так или что татар мы очень любим а скотт куда пословица дома сидят дома вот видите вот может такой нету пословицы а это вот как мое мнение наши земли это наше богатство но это и наше проклятие извините кошку выпущу моменту шизу и сейчас я через секунду согласен на согласен проклятие ну она может кладку хочет не знаю что она хочет хочет да кстати понимаете точно вы сказали что это проклятие вот те государства которых мало земли они почему-то богаче живут это нидерланды бельгия люксембург швейцария там швеция норвегия а вот которые огромные земли их да надо содержать охранять дорог кучу надо строить то есть вот знаете как у одного человека компактный дворик какой-то весь в цветочках все в дорожке так сказать благоухает а в другого вот такой огромный пустырь какой-то да бурьян там растет ну короче беспонтовая территория вот у вас своя земля до весь дача сколько соток 12 а сейчас мы вам дадим 12 гектар не надо и даром не хочу обработаете ее не я не не учился на агронома пусть вот занимаются тем земледельцы кто-то не нужна вот так будет высказано да 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 так я и скажу да а у нас это земли что говорится немеряно немеряно ее надо обрабатывать ее надо взращивать а людского ресурса не хватает а мало того он еще и уменьшается в прошлом году на полмиллиона у россии уменьшил даже больше на 500 тысяч уменьшился но я смотрю ростат статистика на смотреть не знаю ростатом какая статистика доброй ночи приветствую до добрый добрый очень добрый меня зовут кирилл город красногорск в москве понятно меня не за как александр евгений можно сказать да город киев обращаться александр или александр евгений мне все равно да у меня тоже пожалуйста как угодно о чем поговорим о о чем поговорим как у вас там подмосковья обстановка с коронавирусом я бы не сказал что далека к совершенству но в принципе держимся понятно как вы думаете чем связано вот последняя вспышка в июне вот начале июля москве и санкт-петербург я больше скажу еще будет в сентябре еще были но это понятно но вот именно как бы что-то люди не доверяют этой вакцине почему такой низкий процент вот прививок 20 процентов если в европе взять и говорят тот евросоюзе уже порядка 70 процентов трудового населения в израиле практически 100 я знаю да ну как бы они там молча молча так вот вакцинировались и в россии тут что-то какая-то пропаганда шла но результат плохой у меня просто в израиле живет сестренка троюродная у меня тоже там живет родственник батьями а вас где просто я к тому что если вам ваш родственник не рассказывал то мне сестренка рассказала добровольно-принудительные израиля то есть не хочешь твое право можешь не прививаться но вплоть до того что даже не пускали в торговые центры но это понятно но я бы сказал что там люди может быть даже больше доверяют но вот россияне они как бы вообще не доверяют этой вакцине и все доверяют все нормально только другой вариант зачем ну да сейчас заставляют допустим прививаться это против какого штамма в общем которые первичный был или сейчас вот индийский уже надо там по моему другую вакцину вы знаете да нет вроде говорят что ну по крайней мере не гарантируют ну как всегда ну вы знаете же как врач что вакцина она не помогает от силой понятно она как бы облегчает течение болезни это понятно но так вообще по жизни ну я как бы это если бы были где-то с урала там сибири другое дело так я знаю все таки москва московская область более-менее там и социалка у вас и зарплаты нормально это да у всех кстати напомню через говорю в сибири денег больше чем в москве да нет вот допустим сибирь она тоже разная вот новосибирске допустим лучше а в омске там тоже беспонтово зарплаты низкие вот получают представляете учителя 20 тысяч ну что такое это под 20 тысяч получил учителей идет еще целая куча накруток но накрутки в зависимости от того сколько часов если вот учителя это сейчас понимаете много часов мало вот они уже расхватали так сказать вот или сокращать надо педсоставу или тогда вот получается он там где него там будем говорить так 23 урока но это ж мало неполная нагрузка вот поэтому возможно и такая потому что вот пед институт они штампуют 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 кадры работы будем говорить на всех не хватает потому что население уменьшается все-таки классы уже не полная не тишу раньше было там а бвгд я же за этом а теперь там понял когда я поступал в школу у меня во первых не взяли с моим годом в советские времена потому что просто все было забито пошел со следующим тоже все было забито короче да сейчас конечно меньше намного страны земля скоро и не выдержит такое количество населения да нет ну кстати придется как-то распределять население более-менее равномерно по земле там где низкая плотность наверно туда вот если в россии там будем говорить уменьшается население за прошлый год больше чем на полмиллиона уменьшилась на 550 тысяч то естественно что сибирь пустует и так дальше это просто сработает эффект сообщающихся сосудов рано или поздно там неизвестно кто там будет заполнять эти регионы китайцы там какие-то иранцы я не знаю вы готовы переехать сибирь да нет как я вам честно говорю больше не готовы переехать в сибирь ну если вы говорите там будут перенаселение идти то куда деваться на головах же не будут сидеть друг у друга ну если вы посмотрите карту китая заселение то увидите что там дохрена районов где нет вообще народ народ народу но все селиться поселить побережью вот так вот да 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 но понимаете вот все таки тогда вообще как бы непонятны тезисы путина что там говорил вот а мы кто к нам полезет по зубам получит вот вы же помните это было где-то но месяца два тому назад такая сразу то есть многие россияне в отличие от вас считают что кто-то все-таки позарится вот на нее на эту землю вы поймите сейчас же все идет немножко по-другому могут но только по-другому по-другому скажем так все же нет как таковой ну завоевать россию никому никогда не удавалось вот а купить в 90-х получилось посмотрим на дед это по моему еще там при екатерине ли прикол аляску продали я не знаю что там еще продали мы знаешь что она тогда была убыточная ну там много территории убыточных ну что делать ну если убыточная территория зачем ее содержать ну опять же таки если было много народа может быть и содержали бы не было на леске много народу просто никто ехать не хотел там они были коренные там они остались вот как у там же у вас какие-то на найцы коряки якуты там тоже такие же живут и говорим это их обители это их среда обитания дело в том что я вообще не понимаю мне кажется что россии ей выделили же вот какую-то роль ну там будем говорить сырьевого предатка запада и там она должна что-то там пилят толку тайгу качать нефть газ сверлить бурить вот и я никогда не поверю что поедет какой-то испанец или итальянец туда вот зазвать и вот болото туда на эти вышки там что-то добывать они не поедут поэтому они как бы будут там у себя будут технологии а сюда вот как бы в виде фантиков каких-то технологии бусы и зеркальца вот всякие банки жерстянки а туда и мы не энергоресурсы правильно растите вы абсолютно правильно сказали в 90-х годах россии выделили нишу типа сырьевого придатка да 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 кстати вот позавчера позавчера я сейчас минуточку позавчера вот байден выступал и он сказал говорит у путина ничего нету кроме атомной бомбы и бензоколонки вы же слышали это да да конечно слышал я понял а что же по моему ничего не изменилось с тех пор да они друг ни у кого нету кроме россии а кто-то его видел видели на мультиках совсем недавно показали циркон на мультике почему на мультиках прямой эфир пожалуйста вы знаете вот это вот все время как бы удивляет людей ну будем говорить на благополучном западе я думаю и евреев тоже удивляет ваших родственников вот то что люди в россии они как бы живут в каком-то зазеркалия вот там взять это бельгия нидерланды люксембург швейцария там норвегия швеция эти маленькие страны не имеют ядерного оружия циркония но они живут как бы полноценной прекрасной богатой жизнью а в россии он сидит где-то там будем говорить так в ебенях как у вас говорят где-то там каком-то чите какой-нибудь этой воркуте или курунде и рассказывает что у нас цирконий вот и руки всем миром совместно с америки и китаем что такое бельгия ну сидят они у себя и сидят вот смотрите вот это опять же таки тезис что рулят всем миром ну хорошо я согласен где-то у китая значит отвала мирового продукта порядка 12 процентов где-то в соединенных штатах до 20 процентов евросоюз порядка двадцати четырех процентов у россии полтора процента от мирового продукта вот он и сказал понимаете что у них атомная бомба и бензоколонка вот характеристика очень удивлю но не все в мире решается деньгами да 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 это всегда вот так говорят подтяните пояса мы патриоты еще не в деньгах счастья простите зачем подтягивать пояса а что у вас бедных сколько-то более 20 миллионов в америке вы когда-нибудь поинтересуйтесь найдите здесь в интернете это даже на российских сайтах в свободном доступе рейтинг стран по уровню жизни вот этот рейтинг составляет пожалуйста посмотрите кто этот рейтинг составляет кто этот рейтинг ну я думаю в том числе и российские статистические агентства в этом принимают участие там берется несколько факторов безопасность жизни медицинское обслуживание этим составляет статисты я думаю вы не составите этот рейтинг а я важен его не нужно составлять на ваш взгляд не нужно да почему не нужно много делу а там а как его звать вася петя коля джон какой-нибудь пьер да я не знаю но вы действительно думаете что хотя бы по баловому так сказать продукту вы верите в это что россия сейчас на уровне южной кореи вот южная корея она где-то до двух процентов опять от чего я взял до по рейтингам который составляется в америке нет уже я говорю это рейтинг уровня жизни а то есть так сказать по от мирового процент от мирового лава продукта рейтинг составляет опять кто составляет смотрите у вас в россии какие-то составляют прогнозы рейтинги у вас вот есть там да всякие там статистические агентства соглашусь эти типа или не надо это все выбросить у вас конце концов ростат есть который говорит что у вас 20 миллионов бедных живут за чертой бедности ростат за чертой нашей бедности вашей но если бы вы жили за чертой европейской бедности то вы бы считались еще богатыми потому что самая бедная европейская страна все равно народ там живет богаче чем в россии представляет вот допустим смотрите польша допустим польша бедная страна европы живет народ там богаче чем в россии в той же вот смотрите далеко не будем ходить при пример пример до эстония эстония и россия псков город ивангород вот рядом мостом соединяет их и люди вот смотрят на тот берег как там живут люди в эстонии и как живут здесь на том берегу в россии очень большая разница даже недавно я видел блогер там одна девушка она сама этническая россиянка и живет там в эстонии вот просто она сняла свой поход выходной день на тут берег она сначала пришла здесь вот по берегу по набережной эстонии а потом пришла через мост и и говорит спасибо а вот это россия смотрите вот вы видите то 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 в общем то что там бардак это понятно но главное она подчеркнула то что хамство невежество и в общем без культуре вот так вот она показала там и и кстати пару раз там обматерение где-то толкнули вот просто ужас вы поймете главное главное вы поймете что вот здесь вот как говорится разруха тому в голове вас менталитета азиатский понимаете ну ну как бы допустим и дай вам допустим вот что-нибудь такое но все равно да простите вы расист почему бы это вы сказали потому что вы сказали у вас азиатский менталитет то есть вы азиатах не любите вы расист правильно почему я не люблю но если азиатский менталитет это плохо значит вы расист нет почему плохо мне кажется это для вас хорошо вы должны жить с этим менталитетом если вы будете настаивать у вас европейский менталитет я наоборот буду отрицать и скажу это ваша среда это ваша хорошая среда обитания вы должны быть там вот понимаете когда вот какой-то червяк он находится в дерьме где-то там вот он и должен находиться вот в этой куча дерьма и оттуда он вылазит не должен здравствуйте доктор привет чего ли добрый вечер а чего лечите травматолог на что жалуют травматолог роматолог как так телефоном теребить люблю потеребить телефону чуть делать да 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 ну что это как бы телефономания какая-то возможно а у вас как видите у меня все стабильно составе ну да и я могу конечно как вы вот так вот так вот вообще нормально мне правда ставил доктор скажите а нахрена вам на работе игровое кресло стримить да серьезно конечно рубить кому зубы убиваете травмы делать может какие-то каких игр как часто а дистанционно могу вас вырубить по икью хотя бы проверим на что вы потянете как вы думаете ваше образование вообще в чем вы компетентны я увижу мою как-то разобрались в кресле вот какие-то татушки вижу у вас на шее это что как бы за что у вас как бы вот брать вот так вот да за что взять вот так вот да но у вас кстати шейка тоненькая вот так вот взять ее просто и получится это как бы да как бы если человек он как бы не слишком тем выдающийся внешне он решил себя приукрасить татушками так же вот я работаю я работаю начальником участка на буровой по курению это понятно да 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 вот кстати позавчера байден так и сказал что россия она чем славится атомной бомбой и тем что она бензоколонка сырьевой придаток запада как вы считаете вы все-таки должны вот там качать пилить рубать долбить и вот это ваше по моему да подожди ну а как вы будете жить вы должны бороться еще за трубы вот за трубы вдруг трубу друг трубу отключат как вы жить будете без трубы все уже вам труба получится так это мы включаем мы включаем трубу да нет вас борьба идет за трубу борьба уже понимаете 2 года до 2 года вы боретесь да 2 года боретесь вот за свой газ да чтобы это кому-то его втюрить втюрить газ да пожалуйста да ну если эмбарго наложат на газ что вы будете делать все ваша буровая станет и что вы будете бурить я не почему газ все время забывался во все времена это нормально он не всегда использовался и в каком году эти месторождения открыли там вот где вы работаете в каком году в каком году открыли эти месторождения наверно ваши родители помнят вот еще когда там не было ничего открыто вот вот представьте вам не несколько автономных округ да 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 без том нетом все понятно в этом поток до борьба за поток вот это расталкивайте всех локтями вдруг у вас не возьмут газ это же будет полный провал представляете зубами ведь надо держаться за этот поток иначе все жопа понимаете так ну а кто в этой эмбарго если наложить на россию на поставки газа в европу я просил человека обычно такой же как я же не россия не целая страна я за нее ответственность я понял да вы не несете вы все-таки вы все-таки наделили полномочиями понимаешь это наделили полномочиями от своего имени своих депутатов президента правительства вы же их выбирали вот соответственно вы наделили ну такая я говорю что я несу за всю ответственность а вы говорите что вы тут типа не причем вы за клоуна донесете ответ за то что у вас выборах дают вы за ручат я за все несу ответственность да как гражданин украины несу ответственность выбираю да кого угодно да у вас У вас нет выборов, у вас все понятно, кто у вас будет завтра, послезавтра, и через 10 лет, и через 20 лет у вас понятно, кто у вас там будет. Поэтому вам там выбирать ничего не надо. Посилання на Патреон під всіма відео і стримами. Підтримайте наш канал вподобайками, коментарями, тисніть на дзвіночок, а також розповсюджуйте мої ролики в соцмережах. Підпишіться на всі мої канали, адже час від часу мені доводиться змінювати місце стримів та дислокації з метою безпеки, адже дуже багато росіян незадоволені моїм контентом і кидають страйки. Наші гасла. Горітеся поборете, героям слава, смерть ворогам, понад усе, від сяну до дону, на гуляку. Дякую.